Рояль Дмитрия и Анастасия свела музыка. Еще будучи студентами консерватории, они начали выступать вместе, а позже образовали дуэт как в жизни, так и на сцене. Но когда появились дети, дуэт временами нет-нет, да и превращается в трио или квартет. Этот концерт в малом зале филармонии открывает целую программу выступлений «Семейный портрет в интерьере». Важен тот факт, что мы вчетвером сегодня на этой сцене. Вы знаете, это волшебное место. Я помню, когда я первый раз оказалась на этой сцене, мне было, наверное, лет 14, после какого-то концерта мне позволили прикоснуться к этому инструменту в темноте. И вот это волшебство, которое тогда случилось, я хочу, чтобы мои дети это тоже ощутили. Каждый член этой семьи не может и вспомнить, как впервые сел за рояль и с какой мелодией началась любовь к музыке. И все же основателем династии называют композитора Игоря Ефимовича Рогалева. Он стал студентом консерватории почти случайно. Выбирал между футболом и музыкой. Сейчас он профессор и для своих внуков не просто дедушка, а еще и педагог. Игорь Ефимович написал несколько произведений специально для квартета. Например, Чепуху. Именно с этой мелодии в 4 года началась концертная жизнь Арины, самой юной пианистки этой династии. Учеба почти не оставляет свободного времени, и споры в семье часто возникают именно на музыкальной почве. Каждый день, особенно с моим братом, потому что он занимает самый хороший инструмент. Мы определяем, какое время он будет за этим инструментом, сколько еще. И я каждые 10 минут подхожу к нему и прошу, чтобы он уже поскорее освободился. В доме Рогалевых-Петровых музыка звучит почти постоянно. Наверное, именно поэтому так ценно идти несколько мгновений перед выходом на сцену и началом концерта. Музыканту нужно какое-то время, на мой взгляд, перед тем, как ты выходишь на выступление, нужно немножко тишины какой-то. То есть какая-то должна быть сосредоточенность. Ничто земное им не чуждо. Пока женская половина прихорашивается перед выходом на сцену, мужская часть семьи трудится в поте лица. Они вместе катаются на велосипедах, ходят в театр, путешествуют, но главное, все одинаково любят музыку. И при помощи семи нот и восьми рук они создают настоящую магию на сцене. Субтитры создавал DimaTorzok